Друзья, всем привет! Вечер добрый! Сегодня будем делать котлеты из щуки! У нас вот такие щуки есть! Вон они, какие огромные! В холодильнике лежали! Зубастые, но мясистые! Зубастые, а прям свежие! Душистые! Душистые! Сейчас будем их резать, разбирать и на котлеты пустим! Я уже делал еще щучьи котлеты! Получаются вот такие вкуснейшие! Хотели еще сделать... Хе! Да, Татьяна? Ну да! Хе мы сделаем в следующий раз! Наверное, поймаем еще щук! Потому что... Знаете почему? Потому что мне надо подготовиться к этому будет отдельно! Там делается процедура подольше! Ну а сейчас будем делать пока котлеты, друзья! Ну все, давайте делать уже! Татьяна пока мне не нужна! Сейчас я сам займусь щуками! Буду их... Знаете, я хочу как сделать? Хвостики, голова, плавнички все вот эти... Все это уйдет на уху! А чисто мякоть, ну и как же все остальное пойдет на котлеты! Пока вот так, друзья! Получаются вот такие котлеты вкуснейшие! Так, ну что, давайте резать ее! Щучку нашу! У меня такие вот ножницы мощные! Они отрезают, вот смотрите, хвост как режут! Кстати, вы знали, друзья, что вот хвост... Я раньше никогда так не думал! Обычно мы так привыкли, что в хвостах... Вот, допустим, вот такой хвост, да? Вот смотри, сейчас покажу вам! Такой хвост, допустим! Сейчас отрежу ножницами! Вот! Вот, допустим, вот этот хвост, да? Ребят, смотрите! Вот, допустим, он жареный! Этот хвост жареный, да? Вот вы пожарили львухе, и вы как привыкли все, что... А, он костлявый! Во всех рыбах, как правило, костлявый! Но в хищной рыбе, вот судаки, волкуни, щуки, все хвосты без костей! Тут костей вообще нету! Поэтому смело можете брать, когда лежат на тарелке жареные, и прямо хвост в первую очередь есть! Он бескостный, понимаете? Вот я раньше как-то не думал об этом, а потом заметил такую штуку! Ну все, вот это на уху у нас пойдет! Вот такой хвост! И плавники все поотрезаем, и голову тоже! Нам нужна только одна мяка! Все, я не буду соей все это делать, поэтому встану! Так! Раз! Ну, голову я еще, наверное, разрежу! Скорее всего! Еще разрежу! Она без жабры, все чистенькое, еще вот так разрежу! Ну, потом, на потом, просто на уху будет! Вот так вот! Я, бывает, как сделаю, рыбу уберу, в холодильник брошу, заморожу ее, а потом уже ей занимаюсь! Потому что, бывает, времени мало, не успеваешь все сразу сделать! Или, да, копится бывает как-то рыба, но это, в принципе, за раз пойманное! Вот так это на уху будет! Вот это все на котлеты! Вот эти кусочки все пойдут у нас на котлетки! А вот это, друзья, вот эти штукенции, видите, вот так прямо отрезаем! Вот так! Так! Что-то у меня ножницы уже не хотят резать! Это пойдет тоже на уху! Это вкуснейшая вещь! А, ну, тем более, в котлетах это не надо! Плавники все-таки в котлетах, они точно не нужны! А это все на котлеты! И дальше так же! Ну, и так со всей рыбкой я буду сейчас заниматься! Все-таки я решил, знаете как, вот так кусочки разрезаю, вот так! Потом беру кусочек в одну сторону, вот так! Вот она здесь с косточками, тут на ребра, ну, ребрышки остались, косточки! Это я убираю! А вот эту главную кость, вот так, раз! Вот, я ее решил убирать все-таки! Ну, все-таки она будет грубая, будет не так приятно! А остальные мелкие косточки пусть останутся! Они там не почувствуются! И вот так же со всеми кусочками, вот раз! Это уже, считай, чистый у нас! А вот это, оно легче так убирать в хребет! Вот, он практически чистый, видите? Вот одна кость осталась! Получается удобно и быстро, главное! Ну, вот у нас получилось сколько филе, чистого-то как кастрюля! Ну, и грубо говоря, тут маленькие косточки, только на ребрышках! Здесь хвосты, обрезки такие хорошие для ухи, головы! Ну, а вот тут все, что осталось лишнее! Вот эти косточки, я их просто выкину! Можно их, конечно, в уху-ку отпустить, но я не буду опускать в уху, не обязательно! Вот этого достаточно! На огромную, хорошую, просто шикарную уху! Щука у нас есть! Лук! Здесь у меня три луковицы! На это количество среднее! И сало понадобится еще, салами такое замороженное! Ну, тут больше не сало, а грудинка! Видите, немножко присутствует миска! Ну, это нормально, это даже вкуснее получается! Все, это сало я тоже порежу кусочками! Немного добавлю, много не буду! Ну, грубо говоря, на килограмм щуки грамм 250 сало надо добавить! Тогда будет вкуснота, друзья! И желательно, конечно, сало, чтобы было замороженное, оно у меня уже подтаяло! Она тогда будет хорошо в мясорубку идти! Не будет там закручивать никуда! Ну, думаю, справимся! Вот так вот! А уже потом приправы добавим! Самое главное, что основное? Щука, лук, сало! Все! Пока больше ничего не надо! Вот это еще порежу, то что туда покидаю! Ну, кто-то, конечно, может сказать, написать, что, мол, да, без тебя знаем, как делать щучьи котлеты! Я просто делаю для себя! Делаем мы, Татьяна, для себя! Делаем эти котлеты! А вам показываем! И я, знаете, бывает, тоже смотрю какое-то видео! Там раз что-то показали, ой, думаю, ой, да ну-ка я не делал! Дай-ка сделаю! Просто, знаете, как напоминание! Некоторые вещи вроде бы, знаешь, как делать! Сто раз готовил там сырники какие-нибудь еще! А тут раз показали! О, думаю, да ну и не делал! Попался там мне видео! Я раз сделал! Поэтому, я думаю, никогда не плохо, когда есть какие-то меню, ну, просто надоедает что-то одно и то же! Тут разнообразие какое-то! Так что вот так! Продолжаем делать, друзья! Ну, и вот так вот все мясорубочку получается! Вот такой получается фарш! Видите, какой красивый! И щукин такой сами красивый получается! Как будто бы какой-то куриный! И еще, знаете, как я раньше делал, бывало, как делали! Морковку с луком пережариваешь немного на сковородке! Ну, немного! Потом добавляешь сюда и жаришь! Тоже получается вкусно! Ну, в этот раз я решил так сделать! Лук! Ну, как! Как обыкновенные котлеты! Вот таким образом! Все! Больше добавляется только приправ! Сейчас добавим и все! Ну, и все как обычно! Добавляем соль! На это количество! По вкусу! Вот я примерно знаю! Столько! Ну, там и видно будет! Добавлю приправу для мяса! Вот такая есть у меня приправа! Она называется для мяса! Она нормально будет! Они будут вкуснее! Котлеты! Вот так! Немного! Вот эта приправа много! Перец черный! Добавлено! И приправы еще универсальные! Здесь тоже всякие разные травки! Вот! В принципе, все! Хватит! И перемешиваем все! Я руками! Вот! Хорошо! Теперь надо перемешать! Очень хорошо! А тут ни руками не получится! Потому что наше сало разошлось! То есть, лук разошелся! Знаю, как приятный запах! Вот эти приправы тоже неплохо все сочетается! Вот так вот! И все! И замешиваем! Сейчас скоро Татьяна подключится! Будет их готовить! Не так долго это как кажется, друзья! На самом деле, все тут делать быстро! Что тут? Чужелее всего, знаете, посуду мыть после этого! Все! Друзья! Хочу показать вам средство! Вот такое! От фирмы Брэндфри! Я твое средство! Называется для всего! Чудо очистителя! Им можно очистить все, что хотите! Обувь там! Я не знаю! Татьяна! А я очищала! Ну, наблатыклась на кухонных полотенчиках! Вот! Были вот такие! Стали, вернее, такие! Вот! Видите, друзья! Были вот грязные! Мы сейчас продемонстрируем! Покажу это средство! Вот видите, вот такие стопки у нас стоят! Особо ими не пользуемся! Наверное, такая вот, видите, уже въелась! Внутрь грязи! Вот так тяжело будет отмывать стопку! Оттуда рука не пролезет ничего! Вот видите, какая грязная! Вторая вот вообще у нас! Жесть такая уже лежит давно! Вот ее тяжело очень отмывать! Особенно туда пролезет! У меня оттуда руки вообще не пролезет! Ни с губкой, ни с чем! Потом крест какой-то свой положил! Маленько! Вот видите, какой он стал! Вот! Вот такой крестик! Видите, такой покрылся! Посмотрите, какой он станет! Секунду! Ложки! Вот видите, вот такие ложки! Скажите, запустили, они грязные у вас! Ну, в какой-то степени, да! Мы не особо ими пользуемся вот этими ложками! Так, попользуемся! Тут есть, как говорится, пару-тройка ложек ходовых! Вот ими пользуемся! Вот видите, какие они прям въевшиеся! Вот видно здесь грязь! Ну вот, смотрите, термос! Видно вам? Я фонарик взял! Чтобы показать! Если получится, показать! Ну вот оно так видно, что там чернота, друзья! Вон! Чернота! Просто страх! И сейчас вы видите, как это три секунды! И он все чистейший будет! Вот это удобно! Потому что внутри отмыть термос, вот такой запущенный! Ну! Скажите сами! Легко отмыть? Это надо, конечно, какие-то средства! Драйд! Драйд! А как это средство работает? Сейчас все сами увидите! Сначала первым делаем, что заливаем кипятка! Горячая вода, Татьяна, заливай! Заливай! Все! Вскрылось все! И термос наливай! Почти полный! Потому что средство будет работать! Сейчас вы увидите, друзья, какая будет процедура! Почти полный тонюх! Ну! Все! Отлично! Теперь смотрите! Берем! Ложка! Вот это средство! И прямо насыпаем сюда вот! На вот это количество, ну, примерно две ложки! Эта вот средство, она похожа на порошок на стиральный! Кидаем раз! Кидаем два! Можно еще на всякий случай пол ложки кинуть! Вот! Видите, пошло срезать такой вот процесс! Такой немножко запах порошком стиральным пахнет! Теперь кидаем сюда так же! Раз! Даже две неполных ложки в термос! Два! Все! Видите, что произошло? Поэтому я поставил такую посудину! Даже боюсь, я малую посуду поставил! Танюха поплет на пол! Да! Видите, друзья, вот это процесс какой идет! Я даже чуть-чуть... Я обычно делал в большом тазике и больше делал всего! Видите, сколько грязи уходит сразу же! Видите, как грязь поперла из него! В большом тазике удобнее все это делать! Сразу туда положил! И термос прямо и сверху он отмывается! Видите, уже так видно, что он сверху! И сейчас вы видите, друзья! Все! Термос уже чистый! Можно выливать! Сейчас я покажу! Занимает всего! Делово-то даже может не кипяток заливать! И все! И здесь то же самое! Пока средство работает! Минут 15! Пусть так полежит! Можно оставить, пока вода не остынет! Ну а так минут 15 хватает! Все! Потом вытаскиваете! Промываете водой и все! И все чистое! Не мучайтесь вообще! И желательно большой таз и больше туда всего кидать! Там ложки какие-то! Еще чего-то! Что хотите тут и отдраивать! Еще хорошо это средство работает! Допустим, вы что-то готовили! У вас пригорело нагар! Ну какая-то может в духовке рыба или что-то потекло! Жир! И этот жир тяжело отмывать бывает! Замачиваем! Вот это средство налили! Подождали секунды! Все! И отмыло! Вот это классно работает! Сейчас вы видите результат! Все! Ждем! 15 минут 20! Остынет немножко! Вот прошло 10 минут! Смотрите! Я тут достал уже вот стопку! Первую! Она ведь какая стала! И главное! Она и становится как-то ярче! Даже блестеть что ли стала! Вон ложка! Видите! Нигде ни одной грязинки! Крестик! Он просто блеск придал крестику! Но вот этот черный на этой крестиках! Это сам такой крестик! Такое качество крестика моего! Вот давайте! А! Горяченая еще какая! Кипяток! Вот видите друзья! Достал ее! Просто теперь водой холодной промыл! И все! Но видите! Ни одной грязинки нету! Холодная! Вон ложка! Пожалуйста! Просто хочу вам показать! Горяченая это как! Татьяна! Мне надо как-то взять! Что-нибудь! Сейчас любую вам показать! Ложку достань! Вот! Видите друзья! Ни одной грязинки! Она вон какая стала! Чистейшая! Все! Три секунды! И все! Все отмылось! А термос друзья! Смотрите! Термос! Сейчас! Теперь видно уже! Что он чистый! Без всякого фонарика! Видите! Да вон смотри! Даже сверху стал какой красивый! Хотя я его сверху не мыл! Просто протер тряпкой! Он же у меня помните! Как на него пошло через верх! И пошло тряпкой! Видите какой стал! Видите! Как новый друзья! Это как чем бы я мыл бы его внутри! Да ничем бы не отмыл! А так вот в легкую! Так что вещь классная! Средство хорошее! Да Татьяна? Как ты считаешь? Мне нравится! Тебе нравится! Она уже пользуется им давно! Говорит вообще тряпки! И все на свете! Все им отдраивает! Ну что ребята! Берем вот такой брендовый! В 80-х годов! Тарелочку! Насыпаем туда! Ох! Две ложечки муки! Конечно бы я еще добавила! Это я уже сама! Немножко паприки бы! Паприки? Ну как хочешь! Ты можешь в одну порцию добавить! Другую не добавляйте! Как сама решила! Оно и для цвета и для вкуса! Пять штук! На пробу сделаем! Мы уже поужинали! Уже наелись! Куриные котеты сегодня ели! Давай сейчас нажарим! На пробу да? На попробовать! Как я сам уже забыл! Вкус! Я большие ребят делать не буду! Не такие нормальные! Большие не надо! Хоп-хоп-хоп! Обваливаем муки! И вот на такой вот салфетчик укладываем! Все отлично! А потом будем пробовать! Хоп-хоп-хоп-хоп! Сейчас Татьяна будет жарить! Ну пожарить всего несколько штучек на пробу! Нам пока не надо! А еще вы видите сколько много это на морозе! Мы берем в холодильник! В любое время достал и приготовил! Да, Татьяна? Ну да! Ну теперь давайте с вами обжарим! Штучек пять! Много не будем? Конечно! Опа! Сковородочку накалили! Так как и дружненько положили! Штучек пять, а сама семь! Ну ладно! Из-за компании! Понял! Да, спасибо! ЛQU Vibe sat door на уголках! Приятный слой подход constitutes по дружною! 2 мая Хач complete! Добавляем можно молочка, можно сметанки, можно водички. Немножечко потушится, прикрываем крышечкой. Можно воды налить, можно со сметанкой. Чаще воду добавляем обычно, они становятся пропаренные, мягенькие, нежные. А молока будет еще шикарнее. Вкуснее и мягче. Вот такие получаются красивые котлетки. Сейчас буду дегустирую. Татьяна говорит, давай пробуй. Я говорю, сейчас попробую. Ну вот это и все уйдет в морозилку. И еще там фарш. У нас чайная кукетка. Добавляем, вот так вот, барзик. Вот такой вот. У него умываться пришел. Умываться пришел. Пока он его умывается. Уводи, убей барзик. Он не мылся в ванной, надо ванной помыть. Угу, без вадички. Что помылся барзик? Хорошо стало? Ну что, надо попробовать, вспомнить вкус этот. Надеюсь, не горячая она еще. Запах приятный даже, знаешь, Татьяна, запах, как будто просто котлета какая-то, вообще не рыбная никакая. Тоже хочешь? Чего это? Друзья, ну да, рыбная, но вкуснятина, котлета я вообще не чувствую. Татьяна, ты зря не попробуй, ты еще попробуешь, я думаю. Я тоже не хотел, потому что мы сытые, поужинали уже. Попробовал. Держи. Горячая. Ничего, попробуй. Просто скажешь свое ощущение. Не козлочками, да? Да. Вкусно? Вообще, сказка. Я говорю, ребят, сказка. Татьяна, не хочет все-таки, а я? Мне уже не понравилось. Я попробовала маленько. Ага, не, не, ребят, вкуснотя. Вкуснота, вкуснота, вкуснота. Я делал из рыбы много раз, делал из густерой всякой. Тоже вкусно получается, но единственное, там вот эти маленькие хребты вот тут все-таки попадаются, эти шарики ощущаются, понимаете, вот эти зернышки. А здесь вообще нежно-нежно, я пока ничего не почувствовал, ни одной. Не почувствовал, нет, косточки, никакой? Ребята там нету. Да нет, вроде, ну, так, может где-то, чего-то, не знаю. Все равно чувствует то, что это рыбное. Нет, рыбное, да. А, конечно, домашние они отличаются от магазинных рыбных. Земля и небо. Да. Я пробовал магазинные рыбные, вообще никогда не покупаю, мне не нравится. И красный покупал какой-то, и какие-то с красной рыбой, еще какие-то ерунда ерундой. А эти, что там говорить? Так что вот так, то есть я. Ну все, вот так вот щука у нас и ушла. И уходит, и еще уйдет, да, Татьяна? Угу. Ну все, всем пока, до скорых встреч. Вот у нас еще дела много, Татьяна живет. Дела еще много, друзья, пока уберем, пока посуду поубрать, и еще кое-что надо сделать.